23 марта в зале администрации района состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Кашхабрского района. Заседание прошло под председательством главы района Заура Хамирзова. Члены комиссии рассмотрели четыре вопроса. С докладом о подготовке к безаварийному пропуску весенне-летнего половодия, защите населения и территории от затопления в 2021 году выступил начальник отдела по делам ГОЧС Николай Зверев. По данным долгосрочного прогноза Адыгейского гидрометцентра, в 2021 году существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных высоким уровнем воды. Основными факторами, оказывающими влияние на величину максимального подъема уровня воды, являются высота снежного покрова, запас воды в снеге, глубина промерзания почвы, обильные атмосферные осадки и температурный режим. В районе опасность могут представлять сильные продолжительные осадки в виде дождя, которые будут способствовать подъему уровня воды на малых реках, это Чехрак и Фарс. Исходя из величины снежного покрова, который образовался в горной части Республики Адыгея и Краснодарского края, существует вероятность подъема уровня воды в реке Улаба до отметок опасных и неблагоприятных явлений. По состоянию на сегодняшнюю дату, паводка и обстановка на территории Кашхарского района стабильная, наблюдается небольшое колебание уровня воды в реках без достижения неблагоприятных отметок. Исходя из наихудшего сценария развития паводка, в зоне возможного затопления могут оказаться до 10 населенных пунктов с общим количеством 3300 жилых домов частного сектора и населением 11 330 человек. В зону затопления могут попасть 12 участков дорог протяженностью до 53 километров линии газоснабжения, электроснабжения, автомобильные и пешеходные москвы. В муниципальном образовании Кашхарский район и в сельских поселениях разработаны платные противопаводковых мероприятий на 2021 год. Издано распоряжение главы администрации муниципального образования Кашхарский района 16 марта 2021 года об организации безаварийного пропуска весельного половодия на территории района в 2021 году. В районе в соответствии с планом проведения превентивных мероприятий планируется выполнение следующих мероприятий. Это расчистка от ила, камней, корчей и других инертных материалов водосточных каналов в ауле ХОЦ. Очистка шлюзов по улице Мичулина, Кутузова, Горького, Приханова, Шалгенова и Пушкина от корчей и мусора для пропуска возможных паводковых вод, которые будут образовываться с горы в ауле ХОЦ. Кроме того, запланировано обследование и расчистка подмостовых территорий на реке Чехрак в хуторе Красном, в ауле Блищепсин и в хуторе Игнатинском. И также осмотр и расчистка по необходимости подмостовых территорий на канале ХОЦ-Неволька-Чехрак в поселке Майска. Безаварийному пропуску паводковых вод будут способствовать и выполненный комплекс мероприятий в 2020 году Кашхабским филиалом ФГУ АДГЕЯ-Мелевого ТОС по реконструкции и ремонту гидротехнических сооружений и проведению укрепительных работ на реке Лоба. Завершено строительство защитной дамбы левого берега реки Лоба в районе села Вольная протяженностью более 4 километров. Стоимость проекта 54 миллиона рублей. Строительство данного объекта позволит минимизировать риски подтопления населенных пунктов Вольнинского сельского поселения водами реки Лоба. В Кашхабском районе создан запас финансовых средств на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций на сумму 1 миллион 600 тысяч рублей. Для осуществления контроля за прохождением весеннего половодия спланирована работа межведомственной оперативной группы в составе оперативной группы пожарно-спасательного гарнизона Кашхабского района и оперативной группы от администрации района. Всего 6 человек и 2 единицы техники. Садоквачком по данному вопросу выступил начальник Кашхабского филиала Адыгея Милия Ватхуз Рамазан Вакашев. На балансе Кашхабского филиала Адыгея Милия Ватхуз находится 27,1 километра дамбов балования и 43 километра канала Ходз-Неволька-Чифрак. Работниками филиала периодически проводится осмотр РГТС в период паводков ежедневно. После прохождения паводков в осенне-весенние периоды проводится осмотр РГТС с составлением актов и дефектных ведомостей объемов работы необходимых. В 2020 году были проведены работы по противопаводковым мероприятиям на дамбах обвалования аула Игрухай с очисткой и планировкой гребня и откосов протяженностью 1000 метров стоимостью 335,5 тысяч рублей. И в силе Ленатырбова крепление откосов бутовым камнем длиной 90 метров стоимостью 1 миллион 587 тысяч рублей. В 2021 году планируется провести противопаводки мероприятия также в ауле Игрухай с очисткой гребня и откосов протяженностью 800 метров стоимостью 281 тысяча и крепление откосов бутовым камнем на 250 метрах стоимостью 2 миллиона 976 тысяч. В село Ленатырбова крепление откосов бутовым камнем со съедением дамбы грунтом 60 метров и крепление откосов бутовым камнем стоимостью 3 миллиона 278 тысяч. И на участке 96 метров тоже крепление камнем это на сумму 2 миллиона 864 тысячи. Но эти суммы, которые на этот год заложены не окончательные, торги пройдут, суммы эти поменяются, но проектная стоимость у нас вот такая вот получилась. Далее об оперативной обстановке с пожарами за 2020 год и усилении пожарной безопасности в текущем году доложил начальник отдела по Геогинскому и Кашхабрскому районам управления надзорной деятельностью и профилактической работы главного управления МЧС России по республике Адыгея Эдуард Родион. Итак, за истекший период 2021 года на территории Кашхабрского района произошло 12 пожаров. Аналогичный период прошлого года 23, из которых пожары распределились следующим образом. 9 техногенных пожаров, аналогичный период прошлого года 8, 3 природных пожара, АППГ 10, снижение 33%. В 2021 году один человек погиб и один получил травму. Основные причины пожара в живом секторе – это неисправность печного отопления и замыкание электропроводки. Что касается приводных пожаров, то причины пожаров – это небрежность или неосторожность, а порой простая халатность при обращении с огнем или иным источником повышенной опасности. На заседании с докладом о создании добровольной пожарной дружины в муниципальном образовании Волнинское сельское поселение выступил глава поселения Мурат Хагоров. Администрация Волнинское сельское поселение разработана на положение о создании условий для организации добровольно-пожарной охраны, а также создана добровольно-пожарная дружина в количестве 7 человек. Все члены добровольно-пожарной дружины периодически проходят обучение. На территории поселения также отремонтировано здание для размещения пожарного депо общей стоимости 335 тысяч рублей. Силами пожарной дружины, а также администрацией до приезда пожарной машины МЧС проводится выезд на место возгорания для определения точной площади возгорания, для корректировки МЧС в случае необходимости срочной эвакуации людей. Также незамедлительно при возможности принимаемой участие в ликвидации пожара. В случае возгорания сухой растительности и травы пожар ликвидаются силами народной дружины. В 2020 году проведены работы по наведению противопожарных и минерализованных полост, угрожающих насилия. В этом году будем заниматься тем же опашкой минерализованных зол. В завершение Заур Хамирзов попросил каждого подойти со всей ответственностью к выполнению поставленных задач.